Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим микроматч, который был сыгран на турнире памяти Сергея Овечкина. Играли КМС Глеб Пономарев из Екатеринбурга и мастер спорта Иван Смурков из Ярославля. GH4, FE5, ED4, BC5. Обязательные ходы. Вот такая жеребьевка выпала ребятам. Ну естественно на Б6 не хочется бить, чтобы не выводить черным отсталую шашку А7, поэтому бьем на поле Ф6. Теперь у черных есть два варианта боя. Можно побить на поле Е5, как было в партии, можно побить на поле Ж5. Такой двойной размен. Но после этого размена игра в принципе убивается. Белые могут сыграть СД4, даже не могут, а скорее всего надо уже здесь играть СД4. И куда бы черные не побили, партия, можно сказать, на этом заканчивается. Скорее всего она закончится в ничью. Ну если будут играть два мастера, точно ничья. А вот если белые сыграют СБ4 пассивно, тогда уже черные здесь имеют большие шансы на выигрыш. Например, АЖ5, БЦ3, АБ6, БА5. СД4 полностью занимаем центр, ну и после хода АБ2 играем БЦ5. В этой позиции белым сделать ничью не так-то просто. Например, проигрывает уже ДЕ3. Черные играют ФЕ7. Ну и на ход СД2 играем АЖ7. Здесь еще есть шансы на ничью после хода АЖ3. А вот ход СБ4, как было в партии Назаров и Иванов 1989 года, уже окончательно проигрывает. Черные играют ЖА6 и видите, белым не пошевелится. То есть ход АЖ3 невозможен из-за банального хода ЖФ4. Ну и Нембермер после хода ДЦ3 может сыграть БА7. Ну и все, белым некуда ходить. То есть остается играть только ЕД2, тогда играем ЕФ6 и белым можно сдаться. То есть после двойного размена лучше всего, конечно, меняться СД4 белым. Если же черные бьют сразу же на поле Е5, тогда здесь возможен план окружения со стороны белых. Черные занимают центр, но видите, у них есть отсталые шашки А7 и АЖ8. Именно на эти слабости белые играют СБ4, АЖ7. Ну и здесь возможны два хода, БА5 и БЦ3. Давайте сперва рассмотрим ход БЦ3, как было в первой партии. У черных есть два варианта для продолжения партии АБ6 и ЖФ6. Ну давайте сперва рассмотрим ход ЖФ6. После хода ЖФ6 белые играют ФЖ3. Ну и допустим на ход ФЖ7 здесь уже можно сыграть либо БА5, как было в партии ребят. Можно в принципе сыграть АБ2, тоже неплохой вариант ответа. Ну кстати, БА5, вот я комментировал данную встречу, мне показался слабым ходом. На самом деле это в принципе интересное продолжение. Черным надо меняться вот таким образом. И затем они играют допустим ЖФ6. Тогда уже играем СБ4 и в этой позиции черным надо срочно вываливаться в центр СД4 с примерно равной игрой. То есть белые могут разменяться вот таким образом или попробовать окружать центр черных ходом ЖФ2 с примерно равной игрой. Но в партии Пономарев и Смурков черные разменялись вот таким образом. И оказывается здесь белые могли получить очень большое преимущество. Например, ДЕ3, ЖФ4. В партии Глеб сыграл неправильно, выбрал неточный план игры. То есть он сыграл по-моему... Так, СД2 было правильно играть. А он по-моему сыграл ЕД2. Вот ЕД2 это слабый ход. Давайте рассмотрим сперва партию. Черные играют ДЕ7. Ну и после хода ДЦ3 ЕФ6. То есть план черных после нападения СД4 связать свой правый фланг. То есть здесь зажим правого фланга черных выгоден самим черным. Видите, у белых нет особых ходов. То есть грозит план игры со стороны черных ФЖ5 и ЖФ4. Ну и поэтому у белых остается единственный ход СБ2. Но после этого черные проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти несложный удар за черным. Черные играют АЖ3. Затем ДЕ5. Ну и куда бы белые не побили. Ну лучше побить Б на Д6. Тогда попадаем в дамки. Ну и партия может закончиться следующим образом. Допустим... Ну как тут? Ну все, тут получается можно сдаться. Если сюда побить, тогда бьем таким образом. Допустим, побили. Черные выжидают. Дамка играет на С3. Затем играют ФЕ5. Ну и также побеждают. Именно так и закончилась партия. Пономарев-Смурков. Тем не менее, в этой позиции у белых был очень сильный план игры. Смотрите. Вместо хода ЦБ2 надо было сыграть СД2. Или ЖФ2. Без разницы. Теперь смотрите. Если черные играют АЖ5, мы играем ЖФ2. Надо меняться. Иначе белые грозили сыграть АЖ3 и ЖФ4. Тогда белые играют... Так. Белые играют ФЕ3. И на ход ФЖ5 играют АЖ3. Ну и дальше все форсировано. ЖФ4. ЕФ2. ДЕ7. ДЦ3. ЕФ6. И партия приходит к позиции Сокова. СД4. АБ6. ЖФ4. Кажется, что черным некуда ходить. Но их спасает здесь комбинация. Черные играют ФЕ5. Затем СД4. Лучше всего белым побить на поле Е7. Ну и после того, как черные проводят комбинацию, здесь возможно интересная ловушка. Указанная в свое время гроссмейстером Владимиром Вигманом. Ставим дамку на Ф8. Черные хотят провести шашку АЖ4 на поле Ж1 в дамке. Если они это сделают, это будет сразу же ничья. Поэтому после хода АЖ3 занимаем поле С5. И после хода Ж2 не даем черным провести дамку. Сейчас белые хотят сами провести дамку. И здесь есть шансы на выигрыш. Например, БА7. ФЖ7. Черные занимают верхний двойник. Белые ставят дамку на поле Ф8. Допустим, черные уводят дамку на поле Б8. И белые играют на поле С5. То есть грозят сыграть АБ6. Ну и попытаться выиграть, как-то запутать черных. Черные играют дамкой на поле С7. И здесь, возможно, прикольная ловушка со стороны белых. Они играют ЖФ2. И если черные ставят дамку на прашивающийся ход, оказывается, он здесь уже красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти изящный выигрыш за белых. Ни раз и ни два, как говорится, даже сильные шашисты попадались на эту ловушку. Эту позицию важно знать всем. Белые играют АБ6. И куда бы черные не били, они проигрывают. То есть если они бьют дамкой на поле А5, тогда уходим на поле Е1. И после того, как черные бьют дамкой, отдаем еще одну шашку и легко побеждаем. Если же черные бьют, допустим, дамкой на поле Д4, тогда бьем в дамке на поле Д8. Ну и также побеждаем. Вот такая интересная ловушка. Правильно, конечно, в этой позиции сыграть, допустим, на поле Б8. Ну и здесь, возможно, ничья по повторениям ходу. Вот это сильнейший план игры был за белых. Как видите, здесь преимуществом все-таки владеют белые. Так, мы рассмотрели план, связанный с ходом ЖФ6. Давайте теперь рассмотрим план, связанный с ходом АБ6. Этот план в свое время нашел шашист по фамилии Юсупов. Белые играют Б5 и черные занимают центр. СД4, белые играют СБ4, грозят БЦ5, поэтому черным надо закрыть дырку на поле С5 ходом БЦ5. Ну и в этой позиции ход ФЖ3 дает черным очень большие шансы на выигрыш после хода ЖФ6. То есть здесь будет очень сильное давление со стороны черных. А правильно в этой позиции играть АЖ3. Это план гроссмейстера Николая Абациева. Ну и в этой позиции возможны два плана игры за черных. Ход ЖФ6 очень слабый здесь. Ставит черных на грань поражения. У белых здесь будет очень большое преимущество. Играем ДЕ3. Надо меняться назад, иначе у черных очень быстро закончатся ходы. Теперь белые играют ЖФ4. Ну и видите, нет хода ЖФ6 из-за простого удара. То есть белые отдают две шашки ФЕ5. И бьют на предамочное поле. И выигрывают. Поэтому в этой позиции черным надо играть только ЕФ6. Тогда белые снова проводят этот удар ФЕ5. Но здесь бьют вот так замысловато. Сперва бьем на поле Д6. А затем на поле Ц5. И здесь, в этой позиции, у белых очень большие шансы на выигрыш. То есть видите, у черных атакуется их правый фланг, а позиция такая бесхвостая. Поэтому здесь очень большое преимущество у белых. Так бы играть за черных я не рекомендовал. То есть ЖФ6 это слабый ход. Но здесь, оказывается, в этой позиции есть интересный ход ДЦ3. Такой самурайский выпад, что называется. Камикадзе в свое время нашел сильный литовский игросмейстер Арунас Нарвайшас. Ну и в этой позиции у белых есть несколько планов игры. После хода ЦБ2, напрашивающийся ход черные проводят комбинацию. Играют ЖФ6 и ФЖ5. Затем играют ДЦ5 и прорываются в дамки. У белых две лишние шашки, но, честно говоря, позиция такая сомнительная. Поэтому белым здесь надо играть аккуратно. Надо играть АБ2. Ну и идея в чем? Черным надо куда-то ходить. То есть мы хотим эту дамку поймать. Сыграем затем БЦ3, БА7. Ну и потом ЖФ4 и ФЕ3. Вот мы хотим построиться таким образом. А если черные, допустим, пытаются увести дамку на поле Ж5, тогда мы уже ловим ее вот таким образом. ЖФ4 и ФЕ3. Ну и да, здесь позиция у белых чуть похуже, но ничья еще возможна. Ну все-таки такое рискованное продолжение за белых. Так бы играть я не рекомендовал. ЦБ2 это довольно-таки сомнительный ход. На самом деле здесь есть два хороших хода. ЖФ4 и АБ6. Давайте рассмотрим их оба. После хода АБ6, черным лучше всего побить на поле А5. Тогда белые нападают ЦБ2. Ну и здесь на самом деле у белых очень большое преимущество. Давайте рассмотрим возможный план игры. ЖФ6. Белые бьют на Б6. Черные бьют на Ц7. Ну и у белых кажется такая, даже позиция намного хуже. На самом деле здесь проходит план окружения. Черным надо играть крайне аккуратно. Давайте посмотрим. ФЕ3. ЦБ6. АБ2. БЦ5. БЦ3. Здесь уже черные начинают понимать, что разменов нет. Центр охватывается. Поэтому надо играть крайне аккуратно. Б7. ЖАЖ2. ДЦ7. Единственный ход, друзья. АБ6 уже проигрывает. И белые играют БА5. У черных в этой позиции есть несколько вариантов ответа. Ну сразу же скажу, что единственная ничья после хода ЦБ6. А вот напрашивающийся размен ЦБ4 здесь уже проигрывает. Давайте рассмотрим возможные планы игры. Белые нападают. ЕФ4. И у черных есть два хода. ЦД6 и ЕД6. Они оба проигрывают. После ЦД6 выигрывает только вот такая комбинация. ЦД4 и ФГ5. Это единственный план игры на выигрыш. Но здесь все очень быстро заканчивается. Надо черным ловить. Шашку белых Ц7 не давать пройти в дамки. Тогда Ж3. Черные еще пытаются как-то прорваться в дамки. АБ6. ЦБ2. Тогда отдаем лишнюю шашку. Ходом ДЦ3. И ставим дамку на Д8. Допустим, БА3. Ставим дамку на Ф6. Загоняем черных сами в дамки. Но здесь, как бы тюде, по-моему, Игоря Тинковского, дамка черных быстро ловится. Допустим, играем на поле А1. Пропускаем черных в дамки. Но нам это не страшно. ЕФ2. ЖФ4. Черные ставят дамку. Но белые ее тут же ловят. ЕФ2. И все кончено. Белые победили. Так, рассмотрели ход ЦД6. Давайте теперь рассмотрим ход ЕД6. После хода ЕД6 у белых простой выигрыш. Надо разменяться назад. ДЕ3. Ну и видите, белые побеждают за счет связки. Но здесь тоже нужна определенная осторожность со стороны белых. Например, после хода АБ6 ничего не дает напрашивающийся ход ЕД2. Удивительно, но здесь белые должны играть предельно точно в этой позиции. То есть после хода ЕД2 у белых уже нет выигрыша. Черные играют БЦ5. Ну и на ход ЦБ2 уже играют ФЖ7. Точный ход. И теперь смотрите. На ход БА3 черные играют ЕД4. Ну и как бы белые не играли, допустим, таким образом, или ФЖ5, черные занимают центр и белые даже, несмотря на лишнюю шашку, победить не могут. Позиция равная. Всему причиной ошибочный ход ЕД2 отмечу. То есть в победе вел только ход ЦБ2. А в чем здесь разница? Смотрите. После хода ЦБ2 и БЦ5 мы играем именно БА3. ЕД2 снова вел к ничьей. Ну и теперь уже на ход ФЖ7 мы сыграем ЕФ2. Ну и на ход ЦД4 мы сыграем АБ4. С выигрышем. Все, черным не пошевелиться. Если же в этой позиции черные, допустим, играют ЦД4 сразу же, тогда мы уже играем АБ4. Ну и на ход ЕФ7, ФЕ7 снова играем ЕФ2. И снова черным остается только сдаться. Такая интересная позиция. То есть выяснили, что ход ЦБ4 ведет к поражению черных. Правильно меняться ЦБ6. Теперь белые меняются вперед. ЖФ4. И у черных снова единственный ход. Напрашивающийся ход АБ6 ведет лишь к поражению. Давайте рассмотрим его. Белые тут же атакуют фланг черных. И выясняется, что здесь у черных проигрыш. То есть надо меняться, закрываться нельзя из-за хода ФЖ5. Ну тогда белые прорывают левый фланг черных разменом ФЖ5. Ну и затем просто ведут шашку в дамки. Должны здесь легко победить. Такой несложный выигрыш. То есть ход АБ6 проигрывает. Неправильно. АБ6 проигрывает. Правильно играть только БЦ7. Теперь нападаем ЦБ4. Надо закрываться. Единственный ход. И белые играют БА5. Снова у черных единственный ход. То есть в этой позиции надо играть только ФЖ7. А вот допустим ход ФЕ5 уже ведет к большому преимуществу белых. Ладно, он еще не проигрывает. Но ведет к преимуществу белых. Белые проводят комбинацию. Она довольно-таки замысловатая и неожиданная. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют АЖ5. Затем ЕФ4 и АБ6. Такой необычный удар. С использованием роздыха или свободного темпа. Ну и кажется, что вроде бы ничейная позиция. Но на самом деле здесь черным надо играть очень точно. ФЖ3 нападаем. То есть грозим, если черные отойдут, занять пункт С5. Ну и у черных здесь будут проблемы. Поэтому черные отдают шашку. Когда бьем на поле Б4. И черные ставят дамку. Белые играют Б5. И здесь у белых лишняя шашка. Поэтому черным надо играть очень аккуратно. У белых есть шансы на выигрыш. Да, все-таки позиция ничейная. Но так играть за черных не хочется. Поэтому правильно в этой позиции играть не ФЕ5. А именно ФЖ7. Ну и теперь основной вариант. АБ6. ЦБ4. Белые играют ДЦ3. И в этой позиции есть два варианта боя. Очень хочется за черных выиграть шашку. То есть побить на поле Д2. И если белые бьют на Ц3, побить на поле Ц5. Кажется, что белым остается только сдаться. Но здесь в этой позиции за белых есть очень прикольная ловушка. Смотрите, у белых на шашку меньше. Но они нападают СД4. И после того, как черные отходят, отдают еще вторую шашку. И играют ЕД4. У черных уже две лишних шашки. Сумасшедшая позиция. Но черным здесь самим надо делать ничью. Здесь у белых даже есть ловушка. Смотрите, единственный ход. ДЦ5. ЕД6. Б7. ДЦ5. Ставим дамку. И куда бы вы пошли за черных? СБ4 или СД4. Один ход уже проигрывает. Второй ведет ничьей. Правильно играть именно СБ4. После этого хода у белых нет выигрыша. А вот ход СД4 уже красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Такой симпатичный и неожиданный выигрыш. Белые отдают еще одну шашку. Затем еще одну. И, друзья, вот такая ловушка. То есть, одна дамка белых легко справляется с четырьмя шашками черных. Черные здесь сделать ничью не могут. Вот такая удивительная позиция. Ну, конечно, правильно в этой позиции было бить на поле С5. То есть, на поле Д2 бить не надо. Там у белых, видите, ловушки есть. Бьем на поле С5 и затем играем за черных ЕД6. Белые играют... Белые играют ЕД2. Ну, и после хода ФЕ5 лучше всего провести вот такую двойную жертву. ХЖ5 и ЕФ4. Белые заходят в любки и в любом случае попадают в дамки. Но черные здесь могут сделать ничью. Например, ЕФ4. Белые бьют. Черные играют ФЖ3. Белые играют ДЕ3. Допустим, ЖХ2. Белые уходят на поле Ф6. Видите, дамку ставить нельзя. Она будет тут же поймана. Поэтому черные отдают шашку и ставят дамку. Надо отходить. Ну, черные, допустим, играют на поле А7. И возникает ничейная позиция. Ничейное окончание. Вот это сильнейший план игры за черных в этом варианте. То есть, видите, друзья, чуть ли не единственная ничья за черных. Такая вроде бы ничего не предвещавшая беды позиция. Но на самом деле проходит окружение. Мы с вами, друзья, рассмотрели ход АБ6 в этой позиции. А еще есть жертва. ЖФ4 и нападение ЦБ2. Здесь черным также непросто сделать ничью. Например, после хода ЦД4. Белые играют ДЕ3. Ну и после хода ЕД2. Лучший ход. Надо белым бить назад. Черные, допустим, играют ЖФ6. Это уже анализ игросмейстера Анатолия Чулкова. ЦД2. ДЦ5. Лучшее продолжение за черных. Ну и у белых здесь есть два хода. ДЦ3 и ДЕ3. Давайте рассмотрим оба. После хода ДЦ3 у черных еще есть ничья после жертвы шашки. Например, ФЕ5. Ну и на ход ЖН2 черным надо жертвовать шашку. ЦД6. Бой, 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 бой. Белые играют ХЖ5. Ну и несмотря на лишнюю шашку, здесь уже ничей должны стремиться даже белые. То есть вот такая позиция. Ничего страшного у черных, несмотря на отсутствие шашки. А вот другой возможный ход. То есть правильно здесь играть ФЕ5 после хода ДЦ3. А Ж7 уже проигрывает. Белые нападают. Черные вроде бы проводят комбинацию ЦБ6. То есть видите, присоска. Допустим, белые бьют на поле Ф4. Тогда играем ДЦ3. Ну и как бы белые не били, допустим, на Ц7, черные на Б6. Белые бьют на Д4. И черные вроде бы попадают в дамки. Но их дамка тут же ловится после хода ЕФ2. И белые сами попадают в дамки с выигрышем. То есть вот этот ход уже проигрывал за черных. ФЖ7. Напрашивающийся ход, но он проигрывает. Правильно играть именно ФЕ5. Еще в этой позиции возможен ход за белых ДЕ3. Тогда уже на ход БА7. У белых есть, в принципе, два варианта для продолжения партии. После ЖЖ2 черная игра ЦД6 и ФЕ5. Видите, здесь, несмотря на отсутствие шашки, возникает примерно равная позиция. Допустим, можно сыграть БЦ3 или даже АБ6. Вот таким образом. За белых. Здесь на самом деле примерно равная позиция. Можете сами рассмотреть примерные варианты. Ну, допустим, такой размен возможен. Тогда белые играют ЕД2. Допустим, ЖВ6, допустим. Уже белые могут разменяться вот таким образом. Ну, и возникает примерно равная позиция. Ну, так за белых играть, естественно, не хочется. Хочется разменяться назад. Черные играют ФЕ7, как было, например, в партии гроссмейстеров Николая Абациева и Аруна Санарвайшеса. Ну, и после хода АБ2, видите, ЖВ2 здесь уже играть нельзя. Черные проводят комбинацию. То есть, СД6 бой, СД4 бой, 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 ФЖ5. И черные здесь должны выиграть. Да, белые могут поймать дамку. Но, видите, черные три шашки и легко справятся с двумя шашками белых. Поэтому ЖВ2 здесь уже играть за белых проигрывает. Правильно играть АБ2. Допустим, ЖВ2, БЦ3. Ну, и после хода СД4 занимаем центр. СД4, БА3, ЕД2. Да, и у белых приятная позиция. Вот такой возможен план игры за черных. Это чуть ли не сильнейшее продолжение. Ну, давайте теперь рассмотрим вторую партию, как играли уже Иван Смурков и Глеб Пономарев. В этой позиции после хода АЖ7, кроме хода БЦ3, возможен ход БА5. Если теперь черные играют ЖВ6, тогда играем ФЖ3. Ну, и в этой позиции после хода ФЖ7 белые получают преимущество ЖВ2. Черным надо меняться ЖВ4, лучшего нет. И бить именно на поле Д4. В книге «Курс шашечных дебютов» Гроссмейстера Литвиновича и Мастера Негры рекомендуется ход БЦ3 с разменом вперед, примерно равная позиция, но лучше сыграть ДЕ3, как было в партии. И после хода ЖВ6 белые играют СД2, затем меняются назад и получают более приятную позицию. Например, ДЕ5, БЦ3. Бьем назад. И черным здесь можно играть либо ЦБ6, ну тогда возможно окружение центра черных, либо ЕФ4, как было в партии. Тогда белые играют АБ2, сильнейший ход. Ну давайте сперва рассмотрим партию все-таки. В партии Иван Смурков напал ФЖ3, и у черных единственная ничья. ФЖ5. Только вот за счет такого размена позиция черных еще держится. Белые бьют на поле Е5, и черным надо играть ЦБ6. Белые, допустим, бьют на Ц7. Что ты, шашки летают просто у меня сегодня. Черные бьют на поле Ф4, ну и после всех разменов белые меняются ДЕ3. В партии, кстати, Иван Смурков мог очень красиво победить. В этой позиции черные ошиблись. То есть после хода Ж4 АБ2, черные сыграли ЦБ4, ну и после хода ЕФ4 они сыграли АЖ3. На стриме мне показалось, что это хороший ход, но на самом деле он проигрывает. Можете поставить видео на паузу, и попытаться найти симпатичный выигрыш за белых. Он несложный, но симпатичный. Белые неожиданно играют ФЖ5. То есть грозят выиграть шашку Ж3, а если черные ставят дамку, то белые ее тут же ловят. Ж6, и возникает оппозиция 2 на 2. То есть как бы черные не играли, допустим, ДЕ7, ФЕ5, АБ6, ЕД2, ну и на ход БА5 мы играем БЦ3 с выигрышем. А на ход БЦ5 заходим в любки. Ну и так же легко побеждаем. Такая незамысловатая ловушка была у белых, но, к сожалению, Иван здесь не нашел выигрыш. Он сыграл БА3, и партия закончилась в ничью. Ну а вообще в этой позиции очень хорошо за белых, кроме хода ФЖ3, было сыграть АБ2. Теперь черным надо меняться, единственный размен, и у белых большое преимущество. Жертвуем шашку АБ6, и нападаем. Но все-таки у черных здесь есть ничья. ДЕ7, затем черные играют Ж4, ну и после размена АЖ3, черные меняются, ЕД6. Ну и дальше все примерно в таком духе возможно. Ж, Ж4, ДЕ5, АЖ5, СД4. Обе стороны прорываются в дамки. Ж6, Е4, АЖ7, ДЕ3. Белые ставят дамку, черные также хотят провести дамку. Белые меняют по этому шашку, черных Ф2. Ну, после размена черные играют ФЕ3, белые не дают провести дамку черным. Ну, черные жертвуют шашку, и постепенно достигают ничьей. Белые здесь выиграть не могут. Вот такие, друзья, сегодня рассмотрели интересные позиции. Дебют, еще раз напоминаю, называется обратная вилочка, или отказанная игра Филиппова. Очень непростой дебют, важно его запомнить всем шашистам. Если вам понравилось данное видео, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, поддержите мое творчество, творчество Ивана Смуркова. Он также участвовал в анализе вместе со мной. Поддержите нас, пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания, и увидимся на шашечных баталиях. Давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Далее, их перег naar сделанных веках вы можете заходить к вам выголои и услышите квалифли'd Man чтобы понравились. лew� в описании. Продолжение следует...